Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Хорошее настроение! Сегодня 6 ноября и пятница. День наш сегодня насыщен просто большим количеством ярких и, можно сказать, исторических событий. И об этих событиях мы говорим с нашими гостями. Сегодня у нас очень интересный человек в гостях. Доктор исторических наук, профессор истории, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, а также заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Игорь Александрович Морзалек. Доброе утро, Игорь Александрович. Доброе утро. Сегодня в нашей стране состоится церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. И к вам вопрос следующий. Насколько традиции в нашей стране в этой церемонии отличаются от того, что принято в других странах? Я бы не сказал, что они истотно одрозниваются, но и в принципе, скажем, некие речи, какие типовые для самой церемонии инаугурации президентской у большинства европейских краин. Иншая справа, что бывают такие, скажем так, некие специфичные зъявы, рисы, традиции, связанные непосредственно с самой церемонией присяги, допустим. Але сам протокол по великому рахунку, сами речи, они истотно не рознятся. Есть обовязковые нюансы, связанные с проведением до присяги, связанные с тем, что президент приносит урочистую клятву белорусскому народу, и к его обрав, потому что одной краницей легитимной улады изъявляется именно это народ. С момента провозглашения независимости в нашей стране прошло много времени и произошло много событий. Как вы можете охарактеризовать эти изменения? Есть два фундаментальных, важнейших выника, про которые мы прошли. Первое. Кто б что ни казал, кто б что ни плявузгал. Але динамика развития, якая была зададена... Я памятую сам, в 1994-1995 годе не верю, что Махчима такое великое жилевое будовництво, все остальное то, что агучивалось. Но на сегодняшний день давайте поглядим, какая инфраструктура в Украине. Поглядим, кольки людей отрымали махчимость жить под своим дахом. Поглядим, насколько мы продвинулись в пытанне тех же самых коммуникаций, дорог. И самое важное для меня, для историков, самое важное, что сегодня белорусская держава – это социокультурная реальность, якая исну и незалежна от свядомости горлопанов, яке вельми не хотели ее бачить. Незалежная держава – сегодня реальность. Для поколения 12-13-гадовых хлопцев и 20-гадовых белорусская державность – это как поветро, то есть неадъемлемый элемент их идентичности. То есть мы зарабили усе махчимое и немахчимое, и в этом колоссальная заслуга улады за этот 21 год, каб створить консолидованную белорусскую нацию. Игорь Александрович, не можем не поговорить на тему государственных символов, они для любой страны важны, для любого государства. Вот если взять те символы, которые приняты именно в Беларуси, исторически интересно, как они у нас появились и что означает каждый из них? Когда сказать про эту символику, она подкрысливает переемность с традицией советской белорусской державности, с БССР. Что принципово изменилось и на стягу? Приведен орнамент в отповедностями с традицией вышивки белорусской, потому что на советском БССРовском стягу там все было на дворот, был червоный фон орнамента и белые орнаментальные фигуры. До 1951 года, в принципе, не исновало никакой особливой отметности у стягах и гербах союзных республик. БССРовский стяг, под которым мы народились, основная масса присутствующих тут, он был створен в 1951 году. Первым его створить, знали вышивку, которая была сделана белорусской селянкой еще до войны. Эта орнаментальная композиция в уголе называется «У заходящее солнце». Ромб у центры – это основный символ у заходящее солнце. Фигуры, нагадывающие роги, они символизуют богатство и добробыт. У центры, он, бачите, это так званный ключ счастья. Есть так же знаки хлеба, и орнамент, который размещен вокруг этого основного символа, имеет такой сенс, что все, что человек не попросит, все натримает. То есть, таким чином, вот в этой орнаментальной вышивке была закладена такая позитивная программа «Мара об добробыту счастью всему остатнему». Это вельми старожитная архаичная символика. Она безумовно связана с нашей традицией, она присутствующая на орнаментальных мотивах. Это, когда сказать про орнамент. Теперь, что тычется о колерах? Червоны у индоевропейской, славянской, белорусской традиции ассоцииуются с мужностью и с солнцем. Зеленый – это колер у родливой хлебы, белый символ частяни, бездакорности, досконалости. Скажите, а мова, язык, на котором говорит народ, считается ли, в принципе, язык таким же государственным символом? Ведь это все-таки, скажем, душа человека. Вы ведаете, у близкучего белорусского поэта и письменника Олесия Розанова есть одно такое выдатное, коротенькое высловие. Кожный народ створил один гениальный твор. Гэтым гениальным твором заявляется его мова. Есть такое понятие у немцев, мова сердца. Есть такое понятие. Вот, когда немец хочет сказать, что человек не любит свой народ, он скажет, у него ни немецкое, ни белорусское, ни польское сердце. Так вот, я думаю, что у нас во всех белорусское сердце. Белорусская мова заявляется надзвучай важным символом, каштовностью, скарбом, багатым. Мы повинны ее культовать, поважать. И не глядячи на то, что у нас, разумеется, у нас формально ровные две мовы. Но треба памятать, что реально у сегодняшней ситуации я глубоко переконанна, что нам необходима все-таки метовая подрымка и белорусской мовы, и культуры белорусского мовления. Без фанатизма, без образа. Коли ей не будет тут, ей не будет больше ни Ди и не Коли. Александр Ильич, большое спасибо за обстоятельную беседу. Вы просто кладезь интересных каких-то историй, и того, что, наверное, все-таки нужно знать белорусам. Мало того, что нужно знать, нужно слышать об этом и вспоминать почаще. Я напомню, что сегодня нашим гостем был доктор исторических наук, профессор истории, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, а также заместитель и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Игорь Марзалюк. Мы с вами прощаемся. Дякую. Ну, а мы пока провожаем нашего гостя и присоединимся к вам после небольшого перерыва.